Во время майских праздников работодатели могут предоставить своим сотрудникам дополнительные выходные дни, но они должны быть оплачены. Об этом напомнили в Роструде. Ведомстве пояснили, что этот выходной будет неочередным, поэтому потребует издание специального локального нормативного документа. Он может быть составлен и в произвольной форме, но с указанием, что этот день будет оплачен. В 2021 году в первые две недели мая россияне будут работать по четыре дня. Это связано с тем, что день весны и труда выпадает на субботу, соответственно, выходными объявлены три дня – с 1 по 3 мая. При этом день, предшествующий 1 мая, то есть 30 апреля, как предпраздничный, останется рабочим, но его длительность будет сокращена на час. День Победы 9 мая приходится на воскресенье, поэтому связанные с этой датой выходные дни продлятся с 8 по 10 мая.